Конечно, без случая и без удачи тут не обойдется. Поскольку ты можешь сниматься в миллионах сериалах и фильмах, и их никто, кроме бабушек и дедушек, за 40 километров от Москвы не увидит. Помимо этого, конечно, да, все зависит от режиссера. Опять же, от сценария, наверное, больше, чем от режиссера. Хороший сценарий – это залог успеха фильма. Даже все равно, какого класса будет артист. Будь он даже не очень талантливым, будь он совсем средненьким артистом. Все равно, если материал хороший, то на это задание будет смотреть, это будет интересно. Но удача – это, опять же, попадет ли куда-нибудь в фильм в прайм-тайм или в какие-нибудь, если это кино, то пойдет ли оно в кинотеатрах, будет ли у него премьера в кинотеатре «Октябре» или «Россия» или еще что-нибудь. Ходить на интервью, все время постить какие-то свои работы. Тоже вариант. Сейчас есть Инстаграм, опять же, тоже такая тема, которая идет по головам всем и набирает обороты. То есть там совершенно неизвестные люди, сделав какой-то киноролик, могут через месяц иметь по 5 миллионов подписчиков. Это хорошо, наверное. Почему некоторым артистам приходит популярность только к 50 или 40 годам? Тоже странный вопрос. Ну, то есть даже не вопрос, понятно почему. Потому что это, наверное, его время в этот период пришло. Раньше, ну, или он не попадал в те картины, которые нужно было, либо что-то не срасталось. Когда срастается, тогда хорошо. Но, как правило, вот, не знаю, артистов у нас берут по тому, какой он типаж и как он засветился в этом своем типаже. То есть, хорош ты героем-любовником, тебя будут дальше приглашать не героя-любовника. Никто эксперименты делать не будет, какой-то характерный артист, как ты играешь какие-нибудь характерные роли. Это обидно. Но, видите, на то он и продюсер, который почует потенциал в артисте и даст ему сыграть и раскрыться в новой стране. Будем надеяться, что такие продюсеры у нас есть. Они у нас есть, я знаю, которые не будут бояться идти на риск. Потому что продюсер — это всегда риск. Пускай продюсеры наши рискуют и не пьют шампанского.